Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол от жизни, это продолжение нашей карьеры за канал. Итак, сегодня у нас ноябрь месяц третьего сезона, и давайте пробежимся по матчам, которые нам придет сегодня играть. Что я могу здесь сказать? Мне, скорее всего, придет сейчас играть против Локомотива вторым составом, потому что дальше у нас Манчестер Сити. Тут, я не знаю, во втором сезоне мы очень жестко от них влетели, хотя в первом в Кубке Англии мы их обыграли с счетом 2-1 в дополнительное время. Дальше у нас Лестер Сити, Порто, Кристал Пелес и Тоттенхэм в четверть сенале Кубка Карабао снова, причем они, и они нас вроде как выбили в прошлом сезоне именно примерно на этих стадиях. Вот, ну и сейчас Локомотив, который мы вынесли с счетом 7-0 вроде, я сейчас могу даже посмотреть в офисе, моя карьера. И да, над Локомотивом 7-0 это самая крупная победа, вот как раз против Манчестер Сити самое у нас крупное поражение 5-1. Практически год назад оно произошло. Также вот, если кому-то интересно, моя статистика по матчам. Вот. Поехали, в общем, на матч, сейчас там пресс-конференция, наверное, да, будет. Мы рады всех видеть. Давайте приступим. Ого. Серьезно, на русском языке сейчас это? Неплохо. Наверное, из-за того, что с Локомотивом играем на выезде, поэтому... Так. Это интересно. Спасибо, что пришли, но на этом мы вынуждены закончить. До свидания. Круто, на самом деле, я только сейчас это заметил под конец FIFA, что если играть, ну, вот сейчас вот так получилось, против Локомотива на выезде, то есть там российские журналисты должны сидеть, поэтому вот так, вот так. Ну, что, я не знаю, даже вот этим составом не выходить серьезно, очень уставшим. Ну, поехали. Поехали. Гол забьем, а там нужно будет, наверное, покатать мяч, поудерживать. Потому что дальше у нас важная игра в лиге против Манчестер-Сити. Ливень еще на стадионе. Поехали. Итак, разминаются игроки Прессона, которые 7-0. В третьем туре Лиги Чемпионов обыграли Локомотив у себя дома. Теперь придется им играть на выезде против Локомотива и посмотрим, как будут заряжены игроки Лока после этого матча. Мне, на самом деле, очень интересно. Ну, что же. Локомотив Прессон. Стертур Лиги Чемпионов. Поехали. Это выигрышный матч, я надеюсь. И забивает Скворцов в ближний угол. Шестая минута. Это 1-0. Так что все. Не зря я выпустил второй состав. Я говорил, надо забить сейчас быстренько первым, пока силы есть. И потом уже концовку матча докатывать. Ну, отлично. 1-0. И Мельников. Это гол защитом. 2-0. Максим Мельников делает счет. Десятая минута. Первый гол Максима в Лиге Чемпионов. Отличный прострел от Скворцова. Ну, и Скворцов пока что делает эту игру. Гол плюс паза 10 минут. И забивает Тугарев. Мы пропускаем. Кстати, второй мяч уже в Лиге Чемпионов. Первый был от Неймара. А теперь здесь от Тугарева мы пропускаем. То есть, ну, это чисто матч за Кривохарченко остался. Потому что он у нас на воротах играет. И Скворцов. И вятки им забивает. Это 3-1. Отлично. Сейчас такие прям рикошеты получились. Супер. И все, друзья. Уверенная победа Пресного Блокомотива. 3-1. Получилось на выезде даже вторым составом их обыграть. К сожалению, да, мы пропустили вот этот один гол. И... Ну, победа есть победа. Отлично. Смотрим там, как ПСЖ отыграли. Они 2-0 обыграли Порту. Вот. Здесь тоже есть. Так, почему Шмельков так и не вышел? Конкуренция здорово. Ему с Сити играть. Заслуга игроков. Похоже, лучший игроков. У меня не было никаких сомнений. Спасибо, до свидания. Ну, это круто, что российских тоже добавили сюда журналистов. Озвучку небольшую. Так, Малкин сдан в аренду. В Косимпасу он уходит. Довне. Не составь, существует. Ты что? Один матч пропустил, и все сразу. Так. Сити сейчас там безоговорочные лидеры английской премьер-лиги. Мы сейчас глянем. Они вроде до сих пор без потери очков идут. Все матчи выигрывают, наверное. Два предложения нам. Два сообщения, так сказать. Игроки отправятся в сборную. Джики, Ексов. Да, Ексов. Кстати, уже Ексов вызывают в сборную. Хорев. Петраков. Вяткин. Мишин. Буренков. Довбня. Козлов. Кривохарченко. Скворцов. Шмельков из Сироткина даже. Так. Посмотрим. Насчет ДЛФЛ. Глянем сейчас, где находится Сити, конечно. Да, Сити на первой строчке. У них 11 матчей, 11 побед. Так что здесь 100% у них реализация. Так. Про уровень. Мы обязаны попытаться уж точно. Пусть победит сильнейший. Вот так вот. Мы отвечали и все. Уходим. Всем спасибо за пресс-конференцию. И домашний матч у нас сейчас. Первый состав у меня прямо готов. Прямо очень заряжен. Здесь я даже не знаю, каким составом против кого играть. Но глянем чуть попозже. Сейчас у нас все равно матчи сборных будут. Поэтому сыграем сейчас с Престом Сити. Первая строчка против нас. Ясно на стадионе. Поехали. Итак, замечательный наш домашний стадион. На котором мы, между прочим, в прошлом сезоне сыграли в ничью вроде Сити. Это мы на выезде. Там что-то 5-1 вроде проиграли. Вот. На этом же стадионе мы в Кубке Англии в первом сезоне обыграли Сити. Тогда я помню замечательный гол Михаила Масаковского. Престом матча Сити. АПЛ. Поехали. Козлов. И это Козлов. И мы выходим вперед. Отлично. Десятая минута. 1-0. Мы посмотрели статистику Сити. А у них было 4 пропущенных мяча за 11 туров. Мы забиваем им пятый. И отлично. Мы сейчас можем отобрать очки у лидера. Козлов замечательно отыграл. Ну отлично. И Зобнин делает счет 2-0. Мы выиграем Манчестер Сити лидера. Который пропустил всего 4 мяча за 11 матчей. А мы здесь ему двушку уже оформляем за один. Просто невероятная игра сейчас получилась. Очень хорошо здесь. На этом выносе отыграли. Ромайкер придержал мяч. И все. Здесь отсюда вся пошла атака. Они все на нас вытянулись. Здесь замечательно. Сар. У нас с Зобниной. И тот уже по пустым левой ногой. И Роман Зобнин вроде первый гол. Да. Поздравляем его с этим. Первый гол в ворота Сити. И Делла Фео делает что-то 3-0. У нас сейчас похожий гол. Второй и третий получился. Но здесь прям Эдерсон свои ворота отбил. Так что ну неплохо. И Делла Фео забивает ворота Сити. Отлично. Очень хорошо прям сейчас получилось. Ну тоже дальний гол кстати. И нет. Не-не-не-не-не-не. Все-таки мы пропускаем. Габи Жезус. 3-1. 75-ая минута. Но здесь Долг мне просто не понимаю. Почему же он вот так вот все выпрыгивал, выпрыгивал. А выйти на мяч никак не мог. Здесь уже просто. Ну либо отбивали, либо что. Прям в упор ему пробивали. Ну ладно. Главное что я надеюсь у нас победа точно будет. И все друзья. Победа над Манчестер Сити. Со счетом 3-1. Над лидером. 11 матчей они не проигрывали. И мы нанесли им поражение практически. Ну с таким же счетом мы обыграли Локомотив. Супер. Но мог бы и Добня там конечно и нас ухо отыграть. Ну ладно. Зобни лучший игрок матча. 9-4 у него оценка. МЮ 1-0 выиграл Вестхэм. Тоттенхэм 2-0 Саунгемптон. Ну я не знаю для кого мы эти 3 очка на самом деле взяли. Либо для второй строчи. Чтобы она попыталась как-то догнать. Либо для самих себя. Матвей. Потому что он играл с Локомотивом. Логично. Мы всегда готовы к худшему. Здесь действительно мы были к этому готовы. Парни молодцы действительно. И все. Мы сейчас кстати на третьей строчке. Но это ненадолго наверное. Сейчас мы глянем. Скорцов 79 рейтинг получает. Ну да. Действительно у него в прошлом выпуске очень хорошая была игра в английской премьер-лиге. Теперь еще он в Лиге чемпионов. Один гол забил. Ворота Локомотива. По бомбардирам. Он не входит. Здесь Мельников у нас. 7 забитых мячей. Ну вот теперь что у нас. Мы на четвертой строчке. Так что вот залетели. 6 очков у нас отставания до Сити. Ну кстати видите здесь по отставанию как Челси Тоттенхам обыграть и все. Мы можем на первую строчку попадать. На вторую. Так. Кривохарченко в Монако хотят за 29 900. Мы отклоняем. Как его уже снять то можно? Понятно. Так. Малкин и Ексов ушли. Типа так ну согласовали. Да. В аренду. Теперь надо вот по Меламиду. И все. У нас один Меламид получается на трансфере так сказать остался. В аренду чтобы он ушел. Так. Ну теперь-то надеюсь все игроки у нас сейчас вернулись. Могу провести тренировку. Так. Анисимов прокачался. 57 рейтинг получает. Итак. Лестер Сити. Денис Казанский здесь говорит. Я подумаю на самом деле. Так что давайте сейчас решим. От чего мы будем здесь отталкиваться. Наверное все-таки так. А там что у нас за матчи? Там Арсенал. Там ПСЖ кстати. Так что наверное все-таки я лучше первым. Вторым. Первым. Вторым. Да. Против Лестера будем играть тогда вторым составом. Вот. Ну что же. Выпускаю я сегодня второй состав. Посмотрим как мы отыграем. Быстренько так тоже пробегусь по рейтингам. Посмотреть. Ну тут Миранчук 82. Только мне кажется Миранчук здесь может обогнать. Ну и кстати я могу еще влететь в первый состав. Если сейчас наберу 83 рейтинг. То Делла Фэл вылетит в другой состав. Также Матвей может сейчас скоро уже обогнать Сара. Также Скворцов если 80 рейтинг получит. Без проблем. Занесем. Здесь также вот Полина либо Денис Казанский могут Артема Шмелькова вытеснить. Ну все пока что. Петраков может если что Буренкова скоро вытеснить. Так что конкуренция у нас прям здесь навязывается. Это отличие. Так что я вторым составом сейчас выхожу против Лестера. Вот. Будем как-то наверное стараться один гол забить. А потом действительно докатывать. Дождь на стадионе. Поехали. Итак. Мы сейчас на замечательном стадионе. Стадионе Лестера. Это Кинг Пауэр Стадиум или не так как-то называется. Не помню. Сейчас мы глянем. Так. Кинг Пауэр Стадиум. Да. Я значит все точно угадал. Узнал значит. Эвазян. На Мишина. И Скворцов забивает это 1-0. Безофсайдно. Отлично. Роман Скворцов просто невероятную игру показывает в последних матчах. В английской премьер-лиге тем более. Девятый номер он просто замечательно за собой держит. И это супер. Шестой гол Скворцова. Он вроде сейчас сравнялся с кем-то. С Максимом Мельниковым вроде. У Мельникова много мячей тоже в АПЛ. Поэтому сейчас Скворцов тоже там в топе. И пошел. Это Вяткин. И это Вяткин со своим дальним таким хорошим ударом. Это 2-0. 20-я минута. Мы выиграем сейчас уже Лестер с счетом 2-0. Вторым составом это отлично. Потому что дальше у нас игра в лиге чемпионов против Порту. И вроде как вот в этой игре против Порту будет все решаться. Что мы вроде как точно должны выходить в плей-офф лиге чемпионов. Минимум со второй строчки. И какой гол сейчас забивает Скворцов. А просто на паузе. Аккуратно выждал. Забивает Скворцов. Сегодня дубль. Это его седьмой гол в АПЛ. Просто невероятно. Вот она скорее всего. Не Козлов никакой. А именно Скворцов будет у нас замена Дзюби в английской премьер-лигии в этом сезоне. Потому что Козлов наверное все-таки в лиге чемпионов будет больше забивать. Левой ногой. От штанги еще. Просто невероятно. Он выждал паузу причем. И Мельников еще делает 4-0. Отличная игра сейчас просто прессана. Вторым составом мы обыгрываем Лестер на выезде. И для Мельникова это 8-й гол. Да, Мельников у нас просто в топы бомбардирские влетает. Очень много забивает. На Мельникова. Ну и Мельников забивает сегодня дубль. Это его 9-й гол уже в английской премьер-лиге. Просто что-то невероятное он творит. Очень классная сейчас его игра. И забивает все-таки Андре Гомеш. Но это все. Это для Кривохарченко статистика не для меня. Мне то что, мне лишь бы победа. Пропущен гол это чисто для Кривохарченко. Очень хорошо мы отыгрывали на 0. Но вот это тот момент его один. И все. И все друзья, заканчивается у нас матч. Разгромная победа Пресса над Лестером. 5-1 мы выигрываем. А Челси все-таки выиграли МЮ. Так что нам это не на руку. Сейчас Сити 4-0 разгромил Норвич. Так что обидно, что Манчестер не поборолись на выезде с Челси. Мельников стал героем, да. Сыграл прекрасно. Что-то он как-то удовлетворен просто. Нерадостный какой-то. Сколько может победиться ваша... Это заслуга игроков действительно. Они молодцы. Они молодцы. Будем все говорить, что именно игроки молодцы. Так. Сейчас у нас два сообщения. Вот игроков лично. Спасибо за то, что... Ну это нам Скворцов говорит. Поддержать, скажем. Казанскому еще. Ну у нас три... Мы, кстати, уже точно выходим. Потому что нам даже, если мы сейчас... Ну по факту две игры, если мы сейчас оставшиеся проиграем. А Порту две игры выиграет. У нас будет... Ну да, по 9 очков максимум берет Пор. Так что мы точно уже в плей-оффе. Теперь надо за первую строчку прям бороться. Кривохарченко 83-й рейтинг. Новиков у нас 60. Так что сейчас мы Новикова переводим в стартовый к нам состав. И выставляем его в аренду. Заходим нашу молодежную академию. Вот Ардамир Новиков. Кстати, 17 лет. 91 рейтинг. Максимум может прокачаться. Это нам на руку. Все замечательно. Так, ну а здесь еще мы ждем пока что. Ну что ж. Сейчас у нас игра против Порту. Мы, естественно, играем первым составом. Еще раз. Рейтинги я, наверное, все-таки буду менять в начале выпуска. Не буду так уж каждый раз после каждого матча смотреть. Вот. Итак, Сар. Ротация очень важна. Но он будет, естественно, играть. Так, сможете ли снова? Не могут учиться на своих ошибках. Так что посмотрим, как они отыграют. Естественно, мать. Отвлекаться нельзя. Вопросы подошли все к концу. Замечательно. Ну что ж, там по бомбардирам. Головина обогнал Эда Назар. Ну, сейчас посмотрим. Может, забьет еще Головин свой мяч. Играем на выезде против Порту. Мы обыграли вроде 3-1 в Лиге Европы на выезде Порту. Если я ничего не путаю. Вот. Ну, посмотрим. Давайте вот в такой форме сыграем. Облачном стадионе. Поехали. Итак, разминаются игроки Престона. У них сейчас 12 очков за 4 тура. То есть максимум мы набрали. Сейчас у нас игра против Порту, который борется, ну, здесь уже, наверное, действительно за Лигу Европы. Хотя сейчас у Порту действительно это последний шанс, если они выиграют все свои 2 матча, а Пассажи все свои 2 матча проиграют, то тогда Порту попадет, конечно, в плей-офф. Может быть, и там по разнице мячей. В личной встрече, наверное, против Пассажи. Но сейчас именно борьба идет у Порту, нежели чем у нас. Нам надо все равно выигрывать. В любом случае. Чтобы уходить с первой строчки. Мне охота. Вот. Вот мы с первой строчки вышли на Севилью вроде или на кого. Не помню, честно, на кого мы в первой стадии же вышли. Неплохо. Миранчук. И Козлов. Ой, как отлично. Думал, не пройдет передача, поэтому немножко тут на паузе Козлов забивает. Пятая минута. Андрей Козлов забивает. Ну-ка, Зобнин. О, отлично, как поборолся-то. Зобнин. И Зобнин. Ну, это просто стало голевой машиной. Он забил ворота Манчезиа Сити. Теперь еще и в Лиге Чемпионов забивает. 31-я минута. Роман Зобнин забивает. Делает счет 2-0. Классный. Прямо сейчас играл он действительно на корпусе, на своем поборос. Вот настоящий все-таки опорник. Первый гол в Лиге Чемпионов, с чем мы его и поздравляем. Побежал, побежал Делло Фео. И Головин делает счет 3-0. Отлично. Александр Головин забивает тоже свой гол. Догоняет вроде как сейчас Эдена Азара. Ну, не знаю, если Азар, конечно, забьет в матче за Реал в этом туре, то придется Головину еще забивать. Но сейчас он седьмой мяч забивает тоже. Полузащитники у нас очень классно играют. У нас Головин лучший бомбардир Лиги Европы прошлого сезона. Сейчас лучший бомбардир Лиги Чемпионов этого сезона. А Максим Эльников у нас лучший бомбардир Премьер Лиги. Очень громко сейчас болельщики прям. И Козлов, как сейчас нашел эту передачку просто на него. Я не видел, кто отдал на него пас. Козлов, шикарный гол. 4-0. Дубль сегодня Козлова. Шестой гол, если я не ошибаюсь, Козлова в Лиге Чемпионов. Очень хорошо. Но это кто? Это Миранчук вроде. И Рамакер забивает первый гол за Пресно, если я не ошибаюсь. 5-0. Вот в такой разгромной победе Рамакер забивает со штрафного. Первый гол вообще, наверное, в истории нашей карьеры. Это первый его гол. Отлично. Вот так вот левый защитник пришел пробить штрафной. Восьмой номер у него не зря на спине. Носил номер Иньеста. Замечательно исполнил этот штрафной. И забивает все-таки Понце. 5-1. 8 в третьей минуты. Но здесь я снова говорю. Это ситуация, как и с Кривохарченко в матче против Лестера. Мы ведем с счетом 5-0. Здесь чисто уже игра вратаря. И все, друзья. Разгромная победа над Порто. Извиняюсь. Со счетом 5-1 мы обыгрываем. Порто потеряли все сегодня шансы на выход в Лигу Чемпионов. Мы увеличили свои шансы на попадание в плей-офф с первой строчки. Ну, пожелаем теперь Порто удачи снова в Лиге Европы. Антон Мирочук лучший игрок в матче. 9-6 у него оценка. Так, Сар. Нужно сохранить эту форму. Будем так говорить. Козлов демонстрирует выдающийся футбол, действительно. Заслуга игроков снова буду говорить про это, что игроков не нужно обделять. Они тоже молодцы. Они, во-первых, побеждают, а не мы. Так, мы на четвертой строчке. У нас все так же из-за того, что Челси обыграли МЮ. У них, так сказать, лидерцы над нами в одну очко. Но еще и Тоттенхэм. Ну и так же 6 очков у нас отставания до Сити. И в 3 очка мы лидировали над Ливерпулем. По бомбардирам здесь Скворцов на восьмой строчке. У него 7 забитых мячей. И Мельников на четвертую залетел. 9 забитых мячей у него. Сборная Чили нам предлагает стать тренером сборной. Мы отклоняем. Спасибо. Вот, ну, рейтинг у меня все так же еще не растет. Потому что мне надо вот... Главной моей задачей это вот, смотрите. Сохранить бюджет 20 миллионов евро. И закончить чемпионат в середине таблицы. Ну, вроде как со вторым уточнением все это сделано. Первое и точно. Но почему-то сразу нам не дают. Популярность марки 1% нам остался до получения. Какого-то, ну, тоже это главный же приоритет. Поэтому получим за это балл определенный. Поэтому вот такие вот дела. Ну что, сейчас у нас игра против Кристал Пелоса. Давайте глянем, на какой они идут сейчас строчки. Кристал Пелос, на самом деле, серьезный соперник для нас. Так, Кристал Пелос... Ух, ух, ух. Они после 13-ти туров идут на последней строчке. Так что, можно сказать и хорошо, что мы сейчас играем вторым составом против них. Потому что дальше у нас игра против Тоттенхэма в Кубке Карабао в четвертьфинале. Ну что же, посмотрим, как отыграем против последней строчки. Хотя сами сейчас идем на четвертой. Ясно на стадионе. Поехали. Итак, замечательный наш домашний стадион, который, еще раз буду каждый раз на это говорить, перенес нам немало побед. Сегодня у нас матч против 20-й строчки английской премьер-лиги после скольки. Я там смотрел, вроде сейчас... Какой у нас тур-то вообще? 14-й вроде и что-то в этом роде. Вот, Прессон против Кристал Пелоса АПЛ. Поехали. Сразу же прорывается неплохо. И Мельников забивает. Мы теперь будем, наверное, за Мельникова бороться, чтобы он стал у нас лучшим бомбардиром. Десятый гол вроде сейчас забивает Максим. И стал первым игроком в этом сезоне, который за нас забил 10 мячей в премьер-лиге. Просто невероятно. А может быть, действительно, третий сезон будет таким неожиданным. И именно Максим станет лучшим бомбардиром у нас. И все, друзья. Минимальная победа Прессона над Кристал Пелосом. Минимально мы обыграли последнюю строчку АПЛ. То есть это серьезный такой-то на самом деле соперник. К нему нужно было готовиться, конечно. Но вот на первых минутах Максим забил. И нам удалось выиграть. Ливерпуль сыграл в ничью с Тоттенхэмом. Тоттенхэм потерял очки. Это значит, что мы сейчас должны быть на третьей строчке. Все замечательно. Поздравляем. Продлила нашу серию. Ну, это снова заслуга игроков, мы будем говорить. Нужно сосредоточиться на следующем матче. У нас Тоттенхэмом как раз. У нас все бьются до конца. Все. Огромное спасибо. Отличная работа. Все-таки получили мы, значит, 200 миллионов, да, за футболки. Но к рейтингу это особо сильно не прибавилось, кстати. Так. Новикова мы отсюда убираем, потому что он уже прокачался. И идем теперь к защитникам. Смотрим, что здесь у нас Новиков. Здесь у нас... Давайте что-нибудь еще кого-нибудь здесь покачаем. 49 я запомнил. Близко к рейтингу. Так, давайте я все скипну и заново сейчас будем мы их пробивать. Потому что, видите, понаходили. Соколов 15-летний. Посмотрим. Аркадий Соколов. Вингеров у нас... Ну, Ексова давайте дальше качать. Что нам остается? Его никто не берет ни в аренду, никуда. Полузащитники. Угу. Так. Здесь мы Анисимова дальше продолжим качать. Защитники. Центральные и не центральные. Давайте Новикова тогда. Раз у него самый низкий рейтинг. Вот. Ну, здесь Кривохарченко до 85-го. Докачаем. Так. Соколов сразу же 48-й рейтинг получает. Вообще замечательно. Как вот форвард с завершением 34, я не понимаю, стоит у нас в составе. Так. Заходим в центр составов. И еще раз пробежимся. Так. Убрать из списка не получается еще. Вова еще на 2 месяца у нас вылетел. Этого нельзя. Новикова в аренду мы добавляем. Ексов. Ну, он в Шеффел, да. Переходит так, что все нормально. Малкин в Касимпасу. Крупин в аренде. Все, в общем, там, где нужно. Ну, все, отлично. Мы всех выставили. Теперь у нас сейчас матч дома, тем более, против Тоттенхэма. И играем, естественно, первым составом против Тоттенхэма. Давайте также я сейчас гляну, что у нас там по строчке, кстати, в АПЛ. Потому что тоже важно. Мы, скорее всего, сейчас на третьей должны строчке быть. Потому что Тоттенхэм потерял очки. Да, мы на третьей строчке. На одну очку теперь обгоняем Тоттенхэм. На одну отстаем до Челси. И все так же на шесть до Сити. У них все так же одно еще поражение. Так что домашний матч сейчас у нас против Тоттенхэма. Четверть финал Кубка Караба. У нас они вроде выбили отсюда. Последние три матча, напоминаю, против Тоттенхэма у нас заканчивались в ничью. Просто в ничейный результат. В основное время во втором сезоне, в конце мы сыграли с ними в ничью. Потом в Суперкубке Англии мы сыграли в ничью. В основное время мы победили по серии пенальти. И в премьеры лиги в этом сезоне мы тоже сыграли в ничью. Ну что же, поехали. Итак, домашний наш стадион. Немало нам побед принес. И сегодня у нас матч против Тоттенхэма. Посмотрим, посмотрим, как мы отыграем. Итак, Морисе Почтина еще тренер Тоттенхэма. Кейн, кстати, лучший бомбардир в АПЛ на данный момент. Ну что ж, поехали. Мы обогнали Тоттенхэм в турнирной таблице. Мы, друзья, обыгрывали ПСЖ с вами 4-1. Что нам Тоттенхэм нельзя обыграть? И мы забиваем Сар на первых минутах. Отлично. Третья минута, а. Супер. Вот он и Сар. Прошел здесь просто так на дриблинге. Санчеса. И пробило. Кто там на воротах? Пикфорд вроде стоит. Мы с вами в Суперкубке или в Премьер-лиге обсуждали, что купил, получается, Тоттенхэм Пикфорда. Ну что же, неплохо. Неплохо пока что. Делла Фео неплохо. Спокойно, если что-то не получилось, лучше назад. И какой сейчас заброс-то пошел, а. Козлов. Козлов. Передача на Делла Фео. Волкер Питерс. Напомню, что тот единственный гол, который сравнял счет Суперкубки, именно из-за нашей это было ошибки. Надеюсь, в этот раз у нас все пройдет гладко. А вроде в АПЛ даже мы в 0-0 сейчас сыграли в матче. Буренков, отлично. Головина Делла Фео. Практически такая хорошая контратака сейчас может получиться. Делла Фео убегает. Отлично. Что ты сейчас делаешь? Что такое было? Миранчук не забивает. Козлов тоже не забил, а. Как же обидно-то сейчас. Такие моменты. Ладно, штрафной. Но опасный на самом деле. На нашей половине. Это любой штрафной опасный. Хорошо, Джики прям вынес. Головин. Подача. Джики снова хорош. Делла Фео. На головина. Головин. Тазлот. Не забивает. Гистанганга. Мешает. Долг не отлично сейчас отыграл. И, кстати, Кривохарченко там матч сухую провел с Кристалл Пелосом. Хотя атаковали они нас знатно. Здесь очень хорошо отыграла наша оборона. Успеем. Успели. Засадь надо отдать на Делла Фео. Ну и на Домбелес замечательно сейчас накрыл Делла Фео. Ромакер. Головин. Неплохо. Зобнин. Ой-ой-ой. Как сейчас тут прям в вал пошел. Сон. Итак, замечательный наш домашний стадион. Матч у нас сегодня против Тоттенхэма. Классный должен быть сегодня матч. Три матча, напоминаю, мы играли в ничью последних против Тоттенхэма. И, надеюсь, сейчас у нас все получится. Наконец-то победить. И Миранчук. Это 1-0-13 минута. Спокойно, главное. Главное сейчас поймать кураж. И вот Делла Фео 2-0. Как мы сейчас катаем просто Тоттенхэм. Просто невероятно. Козлов замечательно сейчас проходит. И Сар забивает. И мы громим Тоттенхэм дома. 39-ая минута в кубке Карабао 3-0. Отлично. Супер игра. Супер команды. Наконец-то. Нашли мы, наверное, все-таки свою, наконец-то, игру. Главное теперь держать. Держать этот результат. Не забавлять обороты. И надо выходить теперь еще и на первую строчку в АПЛ. Неплохо. Козлов. И Головин. Кто как не уходит, должен был еще один мяч забить. 4-0. Мы громим Тоттенхэм. 70-ая минута. И мы точно уже в полуфинале Кубка Караба. Вроде на такую дальнюю дистанцию мы никогда не заходили. Вроде как это четверть финала до 1-8. Где-то доходили в прошлом сезоне. Миранчук забивает это 5-0. Просто невероятная игра Престона. 5-0 разгромили Тоттенхэм. Хотя 3 последних матча были ничьи. Вот что значит выдержка команды. Именно разозлились на них за предыдущие результаты в Кубке Карабао. И все. Разгромная победа Престона над Тоттенхэмом. 5-0. Мы выходим в полуфинал Кубка Карабао. Поздравляю вас с этим достижением. Вроде мы так далеко не заходили еще. Ну и лучший игрок Антон Миранчук. 9-6. У него оценка Тоттенхэма. Ни одного удара даже в створ не нанес. Проходит дальше Сити и Ноттингем Форест. Да, и теперь мы ждем Кристал Пелос либо Ливерпуль. Но я бы хотел все-таки в полуфинальный Ноттингем Форест попасть. Чтобы так уж легко выйти в финал. Так, побеждаем вас с победой. Игроки молодцы. Мы будем все это постоянно говорить. Так. Сыграл прекрасно. И нужно сосредоточиться на следующем матче. Все. Это был последний у нас матч в сегодняшнем выпуске. Ежемесячный отчет. Давайте глянем. Ой-ой-ой. Надо нам выгонять походу уже. Ну, вы посмотрите, что это такое. 83, 83, Anissima 81. Я так верил в тебя. Будем Лагунова, значит, качать. Шеф, спасибо, что прислушались. Да. Итак, сейчас у нас... Давайте все-таки с первого числа. Так и закончим на нем. Подводим итоги. Мы сейчас на третьей строчке. Все у нас хорошо. Мне так кажется, намного выше, чем я предполагал, что мы будем. Я думаю, мы опять где-нибудь там на пятой строчке будем. Но победили Сити. Это замечательно. Выиграли Суперкубок Англии. Это понятно. Кубок Англии с второй тур уже начался. В Кубке Карабао еще не сыграл Ливерпуль с Кристалл Пелосом. Но мы прошли уже в полфинал. Замечательно все. Прецедентный турнир мы выиграли. Суперкубок Ульфа мы выиграли. Здесь сейчас у нас все хорошо. На самом деле 22 мяча мы забили за 5 матчей. Это просто суперрезультат. Вот, 15 очков. И теперь... Ну, мы точно, наверное, уже уходим с первой строчки. Вот. По Лиге Европы пока что ничего не буду говорить. Все на этом. Что еще по бомбардирам можно сказать? Мельников 10 забитых мячей. Главный наш бомбардир в премьер-лиге. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики. И стримы, которые выходят у нас по субботам. С вами был Андрей, канал Футбол. Это Жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok